здарова народ с вами варчик в этом видео поговорим про 10 уровень про 430 и на чем я буду брать 3 отметки в группе вконтакте было голосование в котором я на выбирал кучу танков за которые вы голосовали следующий танк на котором я буду брать три отметки и вот так получилось что довольно таки проблематично играть на 10 уровне и не гореть а когда ты играешь на танки который выбирал не ты и начинаешь играть на всем подряд жопа начинает гореть еще больше объясню почему потому что на 10 уровне баланса как не было так и нет есть танки максимально убогие есть танки очень сильные они время от времени меняются какие-то танки а поются какие-то нерфятся добавляются новые они сразу становятся либо сильными либо слабыми и получается что на всем подряд играть не будет одинаково комфортно на некоторых танках чрезвычайно тяжело играть вот допустим вы на голосовали за супер коня и про жетто следующий танк после са 4 на супер коне я не хочу играть потому что мне никогда не нравился это танк который просто с нулем брони едет полдня а потом его все обсыкают голду и куда попало и от арты он очень сильно страдает да если приловчиться на нем долго стараться и мучиться что-нибудь получится но сразу станка на танк перескакивать и нагибать и веселиться не получается на супер коне нужно пройти 9 кругов ада чтобы хотя бы просто нормально отыгрывать у меня не получается на нем играть сейчас в рандоме нормально и меня все время отвлекает то что он меня бесит был какой-то период что я на нем просто потихоньку там играл без стрима по пару боев и немножко к нему привык но в общем и целом я как считал его не очень так оно и принципе осталось я когда вижу супер коня в рандоме я чаще всего считаю что это просто мясо которое я убью получу много урона и все он до такой степени легко пробивается во все дыры что просто забей да иногда он там раз в году станет как-то корява кучерява сильно высоко там или еще куда-то его пробивать не так уж и легко или просто не залетает каждый выстрел куда ты целишься но это очень редкие случаи в какие-то там очень уникальные в целом это просто танк дырище он пробивается в маску он пробивается в лючок он пробивается в погонной башни там куда-то в борт под башню у него здоровенное нлд у него большой корпус он сам по себе огромный он медленный сарайный у него маленькая альфа если с ним размениваться раз на раз то только с удовольствием единственно что не хочется стоять перед ним и получать дпм на его урон а так он в целом просто параша единственное что там пушка точная стабилизированная и приятная и все больше там нет ничего и планка у него всего лишь 4 400 но это всего лишь чуть выше чем помойки сейчас в рандоме выезжаешь в любую дыру тебе сразу миллион альфа прилетает а ты на 400 пил танк безусловно не самый плохой но он мне просто не нравится и чтобы на нем нормально отыгрывать мне надо на нем провести в дофига боев чтобы просто потренироваться сейчас бы в рандоме в двухминутных боях потренироваться на неприятном танке поиграть следующий танчик вы выбрали прожета там безусловно нормальный но ватный а последнее время я играю на тяжах поэтому снова нужно перестраиваться играть немного по-другому да я в какой-то момент на играясь на тяжах наверное и начну наверное на и стаж как брать отметки на ватных там еще на каких-то но сейчас мне по тяге играть на тяжах и еще следующий там который я выбрал сам это 430 у раньше он был нормальный я забыл что там его оказываются нерфили и в целом я думал что по нерфили несущественно но вроде бы танк бронированный может играть и со стэшками и стяжами но поиграл пару стримов на 430 у который я выбрал сам чтобы взять три отметки вот что я понял что танк полнейший мусор на нем невозможно играть вообще у него планка на три отметки суммарки 4000 на среднем танке который может эти 4000 за бой чуть ли не над просто насветить он в урон почти не может вообще почему потому что ему по нерфили все виды стабилизации которые существуют в игре от того что он едет от того что он быстро едет поворачивать башни поворачивать корпусом поворачиваться на быстрой скорости нам маленькой на любой ему там чуть ли не десяток разных параметров стабилизации по нерфе стрельба абсолютно отвратительная он не попадает почти никогда никуда если она попала то это просто повезло ему еще и по нерфе ли лючки ручки были там 300 чем-то миллиметров стали 278 и 274 зачем ему нерфить ручки которые почти не видно если его десятки голдой в лоб пробивают у него возле орудия слева и справа от 304 до 320 миллиметров брони если стрелять в щеки там конечно больше за счет того что приведен к но именно возле орудия прямая броня и там броня такая что не танкует голду тем более не танкует пт и даже не танкует и тяжелые танки если они стреляют голдой 340 пробития вполне достаточно чтобы пробивать в лоб башни вот и получается что танковать от башки не так уж и приятно он конечно же танкует но не всегда это не ультимативная броня зачем делать такое кривущее орудие которое почти никогда не попадает и половина снаряда влетит черт его знает куда если броня в башне то ну просто норм хорошая ее не назовешь так еще и у военов нет и горит он в лоб броня во лбу корпуса до 270 там отличная броня но он низкий все стреляют сверху вниз и низ так уж сложно его пробить только если играешь через рельеф и там какие-то до воротики корпуса ромбики ставишь только тогда он начинает танковать допустим бортом тоже на нем нормально танкуется но чуть-чуть доворачивать больше все он сразу пробивается вот и получается что яркого плюс а у танка то особо и нет да это типа с тэшка про броню и часто получается много потанковать но как только ты начинаешь играть чуть более агрессивно ты запоришь бой из-за того что у тебя орудие редко попадает а броня во лбу башни пробивается не так уж сложно просто голду заряжаешь и стреляешь в лоб все танк был хороший зачем ему было нерфить настолько сильно стабилизацию я не понимаю вот и получается что нету никакого баланса на десятом уровне есть замечательные танки кран ваген 60тп некоторые прикольные ватные стэшки еще там парочка тяжелых танков все они прикольные а есть занерфленная какая-то фигня есть очень устаревшие танки такие как 121 е4 вообще такой мусор е4 находится там почти в самом днище ниже него только артиллерия какой-нибудь м-60 и один из моих любимых танков который был раньше и сейчас не играбельный абсолютно допустим в 215 б 3500 суммарки на три отметки это такой великолепный и интересный танк был и такое калище сейчас не играбельный вообще поэтому к чему я все это веду на всем подряд я не могу брать отметки на десятом уровне даже если у танка низкая планка на три отметки казалось бы такие цифры набивать не так уж сложно мне просто даже стыдно выезжать в рандом на таких слабых танках чтобы настолько слабо влиять на бой настолько слабую статистику вывозить из каждой катки и слабо влиять на победу зачем это надо играть на таких слабых ужасных танках в боях по две минуты так еще и чё я заметил что в картошке очень сильно упал онлайн летом понятно что он всегда падает но в этот раз он упал ниже плинтус в любую другую игру смотришь там в каком-то пубге утром 100000 онлайн в доте 300000 онлайн world of tanks 40000 где люди в картошке утром их нет вообще и что получается я путем пробы ошибок вычислил что до восьми утра примерно по крайней мере так было в последний раз у меня на десятом уровне все бои с тремя артами три дня подряд то есть пока онлайн не поднимается пока он такой низкий 40000 все бои с тремя артами играть невозможно вообще получается что мой график который я сам себе сделал удобный для меня время в которой я стримлю нужно менять из-за того что в картошку невозможно играть утром потому что там все бои с тремя артами и из этого всего есть только один плюс играя на таких вот всяких 430 у я понимаю насколько они слабые плохие и не буду никому такое рекомендовать качать и играть на таком потому что она мусор но попробовать все танки прямо сейчас и сказать что играть а что не играть я конечно же не могу физически но будем потихоньку катать и смотреть вот такие вот у меня мысли по этому всему поводу с тремя отметками на десятках пишите в комментариях что вы об этом всем думаете с вами был парочка ради красиво всем пока